Здесь, куда ни глянь, везде на стенах домов краской написаны адреса сайтов, где можно приобрести наркотики. Заманивают на сайт еще и предложением работы, но и занятость сомнительная делает закладки. Сегодня на одну краску улегла другая, так молодежь решила своими силами бороться с теми, кто занимается в Сочи распространением наркотиков. Меня это беспокоит. У меня есть знакомые, которые именно на эти граффити повелись. Одни начали работать и ни к чему хорошему это не привело. Другие начали этим пользоваться. И такая ситуация с надписями на стенах домов и заборах по всему городу. Ребята признаются, даже если акций не будет спланировано управлением молодежной политики, сами готовы взять краски и кисти в руки и такую же работу провести в своих районах, там, где они живут. Пример, как можно на своем уровне бороться с проблемой распространения наркотиков, ребятам показали старшие товарищи. Перед тем, как закрасить, мы это все фотографируем и отправляем в правоохранительные органы и в Роскомнадзор. Для чего? Для того, чтобы, первое, это привлечь к ответственности. У нас город весь в камерах, вы знаете. Ведь они, в принципе, являются соучастниками большого преступления. И в Роскомнадзор передаем эту информацию для того, чтобы моментально блокировать эти сайты. Мы, депутаты городского собрания, совет молодых депутатов, молодые депутаты, тоже всячески содействуем этому движению и по возможности принимаем и личное участие. И готовы бороться и показать своим примером, что надо оказывать противодействие. В нашем регионе активность наркомании борется уже более 10 лет. Отмечается снижение первичной общей заболеваемости наркомании. С 2008 года она снизилась почти в 4 раза. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.